Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Выпуски спецпроекта телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Необъявленная война в центре Европы. Конфликт на востоке Украины продолжается и вносит свои коррективы в историю. Ее страницы каждый день дополняют тревоги, переживания и преодоление трудностей тысяч людей, добровольно или вынужденно оказавшихся в зоне боевых действий. Мы едем узнать, чем сегодня дышит фронт и показать вам реалии АТО. Шокирующие подробности. Это настоящая война. Там, где гибнут и невинные люди. Катастрофические последствия. Большая часть украинцев узнают о происходящем из новостей. Но есть люди, которым не так повезло. Они – заложники необъявленной войны. Это кровопролитие просто. Это история о жизни в эпицентре обстрелов. История ботваги и надежды на мир. Это история народа и его защитников. Смотрите прямо сейчас. Довольно-таки часто обстреливают наши позиции. Со 120-х минометов, с 82-х минометов. С СПГ постоянно нас обстреливают. Дня 3-4 назад по нам работала БМП-2. 50-й калибр. Как раз над головами разрывы были. Какая бы горя принесла эта война. И не хотелось бы, чтобы она дальше продолжалась. Но бои продолжаются. За плечами этих военных обстрелы, горячие точки. Сложнейшие операции и выполнение боевых задач. На рубежах обороны Мариуполя – морская пехота Украины. Ну, как мы чуем, то взрывы идут. Хоже, что-то новое, что-то такое вдалеке. Духи. Чуем звук техники часто. Важные техники. Катаются. Частенько, довольно по вечерам они. Не знаю, что от них отжидать можно. Раньше здесь были огневые точки. Результат присутствия второй стороны конфликта в этом районе не только на поверхности, но и под землей. Можно пройти за это сюда. Как бы в эти ворота. Погодите аккуратно за мной, чтобы мы не заметили на такую растяжку. Очень сильно позарастало. Вот как раз вот это был вход, блядь, под дом. Там было у них укрытие, а здесь была позиция. Там есть щель, и она выходит сразу на улицу. Там на улице с той стороны, там сразу было не укрытие, а позиция их нестыка, с той, которой они вели огонь. Здесь были обнаружены цинки с патронами. Ну вот как раз вот, что есть, вот россыпь тут. Они уже тут давно лежат, уже поржавели. Был весь двор перерытый. Там с дома в гараж, на кухню был как бы проход. Так вот перекрытые маленькие щели. Ну как бы хорошо укрепленная была огневая точка. Тоннели заброшены. Позиции противника сместились. Окопы и щели стали домом для других жильцов. Пауки! Да! Блин, фукаш, гор какой! Так, они там не бегут на меня? Я их не люблю. Все пауку выгнал. Говорят, чтобы побороть свой страх, нужно посмотреть ему в глаза. Но у него их восемь. Вот такие туннели вырыты практически под каждым зданием. Они соединяли между собой объекты и выводили к огневым точкам. Широкина остается горячей точкой. Морская пехота удерживает противника. На передовой поднимают символ государства. Это флаг первой десантно-штурмовой рвоты. Там он башен танк, они уже будут видеть. Тут сколько крови пролито, ребят. И вот этих полтора километра отдавать никто не будет. Даже если я тут один останусь, я... Да тут большинство ребят, которые даже... Не только я один, отсюда не пойду. В этом районе диверсионные разведгруппы подходят достаточно близко. После поднятия флага начинается обстрел. Укрытие! Укрытие! Давай, привнись! На дорогу, на дорогу! Пошел, 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 пошел! Илья, что видишь? Пока чисто. Ну, вы что видишь? Чисто. Чисто! С каждой минутой возрастает угроза жизни личного состава и журналистов, присутствующих на позициях. В 350 метрах сторожевая застава противника, так называемый секрет. Через дорогу два пулеметных гнезда. Во время повешения флага был обстрел. Сейчас ждем их дальших действий. Или попробуются опять-то стрелять или атаковать. То мы готовим сейчас насыпать по полной карманы. Стреляет СПГ, стреляет 82-е. Это редко. Основные до 120-е. Бывает иногда между вылетами 120-е приходят здесь 152-е. Безопасности нет. То есть здесь убивают людей. И так как там в тыла говорят, что вы там стоите, там где, типа, за Порошенко. Нет, мы не за Порошенко стоим. Мы стоим за вас, народ, за детей, за своих, за внуков, за отцов, за бабушек. Чтобы вы спали спокойно. А мы уже здесь как-то перекочуемся, перебудем. Ну, будем стараться, блин, дойти до победы. В случае обстрела во время эвакуации бойцы готовы дать отпор. Но применить они могут только стрелковое оружие. Обстановка наоболизовалась. Сейчас органируем прикрытие. Давайте выходим. Давай, давай, выходи, выходи, выходи. Вы тоже можете проходить. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай, пошли. Держи его. Давай, Ириша, давай, давай, давай. Чем закончилась опасная съемка, смотрите далее в программе. А прямо сейчас охрана морских рубежей Украины. Страна начинается с границы. Не только на суше, но и в воде. Наш покой охраняют со стороны моря. Так выглядит один день из жизни морских пограничников. Катер морской охраны отправляется на патрулирование. Мы идем вместе с ними. Подводим корму. Время фактически ошвартовались от плечала. Принял, за счет. Работать в условиях морской качки сложно. Бойцам не привыкать. Но для нас это испытание. Пойдем тогда. Давай на весах. Чтобы в полнах даже держаться. Они еще что-то поднимаются. Сейчас. Что такое? Зарейтируемся на местности? Ты чувствуешь себя космонавтом. Да, Богдан, помоги же. Не-не-не. А то сейчас мы же ловите. Сейчас. Есть. Максимальная скорость катера ЮЭМ с 1040 узлов. Это порядка 70 км в час. Современный катер, который предназначен для удобного выхода в море. Здесь, я думаю, каждый мечтал бы на таком бы служить. Были такие случаи, когда волны... Да, были, конечно, были. Полностью нос нырял под воду. Мы догоняли людей. Люди пытались от нас уйти, но у них не получилось ничего. Морская служба на линии разграничения таит свои угрозы. Порядка 10 миль в том направлении уже начинается линия разграничения. Бойцы говорят, под видом гражданских были попытки проникнуть диверсионных групп незаконных вооруженных формирований. Но они были предотвращены. Каждый выход катера приравнивается к боевому заданию. Завдание – это несение охраны и прикрытия с моря против Мариуполя-Табурдянска, это сбережье, от высадки диверсионно-разграничных групп, доставки с того боку, из забороненных законодательством Украины предметов, выбухивки, зброи, боеприпасов. Личный состав морской охраны, который базировался в Крыму, не только остался боеспособным, но и продолжает охранять государственную границу. Готовность боевых, простир, двое доходы, до СНГК. Боевать, честно, два, то будет, а походу готово. Есть. Будучи командиром, служили в Керчи в 2014 году, совершил переход. Переход из Крыма, соответственно, в Порт-Вердянск. Морально-психологические состояния личного состава было различное. Ну, как командир, то есть, ну и помощник мой, командира катера, то есть, ну, выполняли все, чтобы не было, ну, скажем так, упаднического настроения. В 12 часов ночи поступил приказ командира выйти на рейд города Керчи. После патрулирования, до наступления утра, судно стояло на якоре. Следующий приказ – выход из Крыма. Погода, соответственно, не позволяла. Море было минимум 3 балла. Видимость туман, дождь. То есть, погода не давала нам этого сделать. Как-то так. Ну, мы справились с задачей, соответственно, то есть, совершили переход. Без потерь, без поломок. Все сложилось, было получено. Личный состав был, который с вами был лепей, слышал ли это? Личный состав именно с моего катера. На катере остался один я. Все остальные вернулись к вам. При поддержке губернатора Запорожской области, ну и при поддержке Бердянского морского торгового порта, скажем так, обустраиваемся на новом месте. То есть, сделано ряд работ. Именно, то есть, сделано освещение на причальной стенке, проведены покрасочные работы. Сейчас длятся работы по поводу обустройства подъездных путей именно к месту базирования. То есть, ну, вопросы, как бы, помощь оказана. Мы довольны, говорим огромное спасибо. Отряд морской охраны Бердянска продолжает выполнять боевые задачи. Есть случай, соответственно, нарушения пограничного режима. Некоторые повседства выходят в море без соответствующих документов. Такие нарушения фиксируют и на Мариупольском направлении. Десять месяц назад последний захід был в судно Тихий дом. Патрульная служба Береговой Хвороны Российской Федерации. Мариуполь заходил в наши территориальные воды и несел здесь спостережение за нашим берегом. Наша задача была основная не дать им пройти дальше, хорону берега, а спостерегать за ихними диями. Отправляемся на берег, а бойцы продолжают охранять нашу границу и покои мирных граждан. Говорят, погодные условия и другие факторы не влияют на качество выполнения боевой задачи. Главное, что рядом надежные товарищи и все судно в строю. Во время поднятия флага Украины на передовых позициях в Широкино произошел обстрел. Обстановка далека от стабильной. Работы на передовой и провокации. Смотрите без перерыва на рекламу. Методически во всех нарушениях всех минских договоренностей расстреливают нас. Ждем, мы не открываем огня, ждем, пока они подойдут. И только тогда применяем оружие, когда они уже подходят на 200, на 300 метров, когда есть непосредственная угроза личному составу. В случае любого передвижения, доклад, если есть, будет огонь вестись на поражение в твою сторону, разрешаю открывать огонь на поражение. Здесь он, разрушенный дом. Недавно сюда прилетела 122-я мина. Сами видите, окна разбиты, двери нет, трущик, трущик. О, открыты. Давай, груз. Здесь, а пока не знаходитесь. Давайте сейчас отходим, Сац. Можно сюда что-то прилететь, поменять позицию, находиться на этом месте. Самые видели, что ребятам тут не сладко приходится, постоянно в напряжении, и ночами не досыпают. Ну и как вы видите, днем бывают какие-то маленькие перестрелки, беспорядочная стрельба. Бывают именно конкретно по нашим позициям. Слава Богу, что мы тут стоим на своей земле, и нам есть за что тут бороться. Бои не прекращаются, начинает работать снайпер противника. Гнездо-1, гнездо-2, возможно, работает вражеский снайпер. Всем укрытие, оставить только наблюдатели, как приняли прием. Надо работать, прием, я плюс. Гнездо-1 под обстрелом. Начинаем работать дальше. Наблюдательный пункт под обстрелом находится. Виттер-00, серус-294. Нормально. Нужно зараз работать. Поправочка сейчас не насяну. А, башни? Сейчас, поправочку на мокрошке. Сейчас, ну, да. Так, сетя, ну, чуть-чуть. Откуда работа тоже пунктокалибрная. Район замечен, начинаю работать. Бачу беден в мешке, районок 5-4, есть вражение. Работаем. 52, 53, а? Спасибо. Украинцы, не заразі того, я сюди прийшу на войну, там, заразі якоїсь там розваги, там, постріляти. Хто хоче найменше войны, це только солдат. Ми не хочем войны. Но нам приходится воювати заразі вашої безпеки. Ми просто зараз на карті, просто незалежні. А так, нам ще пристає дуже сильно багато виборювати свою незалежність. Вечер. Вечер. Именно в такое время начинаются интенсивные обстрелы из тяжелого вооружения. Нас вывозят из Широкина. Едем с выключенными фарами, чтобы не стать мишенью. Отъехав на безопасное расстояние, слышим Кананаду. Морская пехота продолжает сдерживать противника. Наша съемочная група будет и дальше следить за развитием событий на Мариупольском направлении. Две стороны одной войны. В результате боев страдает мирное население. Об этом мы каждый вечер узнаем в новостях. Люди, которые смотрят на нас с той стороны экрана, искренне верят. Нам не безразлична их история. Кто-то обязательно протянет руку помощи. Проблемы жителей красной зоны. Смотрите далее в программе. В рамках проекта по оказанию помощи мирным жителям при поддержке агентства ООН по делам беженцам в Украине начал работу гуманитарный штаб Пролиска в Маринском районе. Социальные службы не находят возможности к этим людям прийти и оказать нужную и вовремя, скажем так, помощь. Команда состоит из местных жителей, волонтеров из населенных пунктов, которые находятся на линии огня. Проживая непосредственно в красной зоне, на самой линии соприкосновения, буквально в двухстах метрах, как говорится. Гуманитарная миссия ООН работает в опасной зоне. Штаб расположен непосредственно возле линии разграничения. Представительство ОКБ ООН прекрасно понимает, на какой части территории находится наш штаб, и поэтому в том случае, если наша жизнь подвергается опасности, если бы участились боевые обстрелы, вы имеете право покинуть здание офиса и найти более безопасную территорию, в которой бы ваша жизнь была сохранена. По словам Оксаны, здесь, в зоне боевых действий, слово «мир» воспринимается иначе. Идут бои. И людям страшна вот эта вот тишина. Мы не знаем, где, откуда и когда она начнется. Вот это вот страшит людей. Здесь, находясь под постоянными перестрелками, мир звучит по-другому, чем он звучит в какой-то любой другой области, где этого люди не видят и не понимают. Уже пришло то время, когда нужно людей защищать, когда людям нужно помогать. Не только словами, но и делом, поступками. Приехала сюда из Донецка в 1977 году. И получили дом по Гагарина, 19. И там проживаю. Дети родились, в школу ходили. Всю войну начало здесь пробыла. Сейчас расплачусь. Не могу без слез. Закрытая красная зона – это плавный переход от Маринки к Петровскому району Донецка. Этот район как магнитом притягивает боеприпасы. Эпицентр обстрелов и одновременно кладбище неразорванных снарядов. Хотя здесь нет военных. Здесь живет около 30 человек. В основном пенсионеры, которым некуда выехать. Наши улицы, говорят, законсервированные. Поэтому нам вроде бы как, ну, пока замороженные. Ничего нам не положено. Женщина, говорит, живет как на бочке с порохом. Каждый день приносит новое испытание. Каждая минута таит угрозу. Каждый шаг может стать последним. Я после ранения, я заторможенная сейчас, наверное, стала. Просто она, просто растяжка. Висела на дереве проволока. И она засвистела, повернулись. Взрыв и все. Если у нас растяжки у людей, люди взрывались. Открывали калитку, заходили домой и тут же взрывались. Растяжки во дворах были поставлены. О чем можно говорить? О том, что где-то на незнакомую тропу встань. Вот в траву вы пойдете в эту? Я лично не пойду. Ни за какие теперь деньги. Жители красной зоны просят остановить кровопролитие. Чтобы не стреляли. Чтобы было мирно. Нельзя так. Надо договариваться мирным путем, дипломатическим путем. Оружие. На всякое оружие есть другое оружие. Нельзя. По-моему, я, насколько учила историю, никто никогда не договаривался с оружием в руках. Это кровопролитие просто. Старые бабушки по 91 году, они лезут в этот погреб. Вот мы их опускаем в погреб, этих бабушек. А потом они еле вытаскиваем их, полуживых, с погреба. Мне кажется, у каждого, у каждого, ну вот у каждого жителя нашей страны есть родители, есть дети. Ну нельзя стрелять по мирным людям. Я не могу сказать больше ничего. Я больше не хочу говорить, иначе я наговорю сейчас. Говорят, мы сами строим будущее. К сожалению, на данном этапе не всем это под силу. Да и не всем это на руку. Сегодня в сложное время для страны люди не теряют надежду. У истории Украины будет новая страница. Без войн и кровопролития. Возможно, скоро, но пока это всего лишь чистый лист. Самое главное, в чем люди нуждаются, это в мире. Очень хочется этого. Поспросите у ребенка. Миша, что ты хочешь? Мира. Мира. Кто хочет мира, так это мы, это точно. Хорош главнокомандующий в том любой страны, которая умеет договариваться. Все правда о зоне АТО. Текущая обстановка, репортажи с передовой, эксклюзивные материалы и реальные истории жизни. Смотрите в следующем сезоне спецпроекта телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok